Помнил случай, когда мы с Борисом Георгиевичем, с Леошкиным шли с тренировочной дорожки, с нашей тренировочной, мы ее строили. Шли, подходя к шлезовому мосту, не доходя метров, может, 20-30, идет мама с маленьким ребеночком, а ребенок лезет по песчаной насыпи, и по этой насыпи идет, и вдруг срывается насыпь, и он наверху на песке сидит, и Борис Георгиевич стартует, я за ним, Лешкин за мной, мы подбегаем, и Борис Георгиевич его хватает уже внизу, его уже заваливало, и он его не успел вытащить, падает на спину. Пацаненок остается у него в ногах, а его заступает вот так, вот, и что делать, мама начала кричать, Лешкин ее держит, она не дает ничего сделать. Ну и я, конечно, как свободный, я начал копать. Копаю, а песок сыпется. Короче, я не помню, как это было, как это вообще, сколько времени я копал, ну, короче, я копал его, вот так вот, голову, полную, глаза, полный песок во рту, вытащил его, а тут была лужа, ну и Борис Георгиевич уже освободился. И какая-то лужа здесь была, Борис Георгиевич быстренько у него изо рта песок, так потряслил, водой побрызгали, и он его в себя пришел. Ему, получается, сейчас должно быть 54? Сколько ему сейчас должно быть лет? Лет шесть, наверное, было. 68 год. Сейчас взрослый мужчина? Да, взрослый мужчина. Я не знаю, может, мама ему и рассказывала про этот случай. Вот такой случай, то есть мы, мы как раз Сапава, вот сегодня 50 лет в турбине, и вот такой случай, ну, такой, я считаю, что это вообще замечательно. Ну, тогда я не думал, что там пацаненок, мне сколько там было, 17 лет, раскопали, выкопали, ну, спасли, все нормально, мама рада, пацан, жизнь здоровая, все в порядке.